друзья добрый вечер я еще с вами сегодня не простился и так мы с вами начинаем вторую серию первая серия если коротко я не стал это говорить что палата номер 7 это и есть мои обитали все ну кто-то посчитает покрутит и леска ладно первый фильм его посмотрели я вас познакомил старшими предками на полном серьезе вот это вот или сыпрыгун двояка дыша чей который выполз на землю из воды вот сами видите я его назвал философ кстати проверить надо идет ли запись вроде бы идет и так это философ это прыгун который сразу станет птицей будет махать лапками пока они не пройдутся в крылья это прыгун который станет знаменитой танцовщицей не он лично а его потом потомка потом вот а вот это вот самый дросселивый это те которые будут потом бесконечно развивать пасть и говорить я самый сильный и самый 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 вот и так это была часть большой большой очень истории земли часть подчеркиваю уловили посмотрели и продолжаем и так почва в разрезе я говорю о очень 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 серьезных вещах и буду говорить значит смотрите и так почва в разрезе вы сейчас увидите то чего никто в упор не видит и никогда не не поймет пока я не это не обратил ваше внимание вот так мне это не нравится так мы делаем так чтобы полная ясность была мы делаем так копируем сейчас поймете это не просто за шутки это это гораздо хуже чем шутки узнаете правду самих себе если кому-то это интересно и так вот эти что то что вы видите я не никого отношения не имею вот это я нет нет это не эта подборка была сделана тысячами людей видели и когда-то нам сказали что земля это миллиарды лет последний миллиарды это уже люди жили эти самые мамы ты на мамонтов жили ясер и так далее подробнее не просмотреть как ты не удосужился я решил за дело поправить смотрите и так вспоминаем до тысячи лет образуется почва один сантиметр я хочу посмотреть 10 миллионов лет ну можете сказать что здесь еще может быть нижний слой может это даже вовсе не глина можно придираться как угодно смотрим дальше есть четко видно что вот этот вот кусочек вот это вот образовался где-то несколько тысяч лет назад а до этого я даже не преувеличиваю даже не то смотрите это скальные породы а где земля была 10 тысяч лет назад почва леса реки поля мамонты саблезубые тигры где они такое впечатление что земля только появилась недавно ну начинаю сравнивать с библейским вариантом по срокам сходятся и миллионы лет не сотни миллионов лет а несколько тысяч лет вот вы начинаете ошарашиваться я вас подведу к тому что это все еще дайте присказка присказка и сказки будут впереди причем сказки такие что лучше бы вам на это сейчас прям отключиться потом в покое решитесь вот я только говорю о людях которым любознательных разумных а не тех кому говорится сказали что земля плоская и университетов древних проходили плоская сказали что на четырех фланах держится или на черепахов значит так и изумрили земляных черепахов садись пять ну было же и вот так и было и тут посмотрим дальше опять да что же такое вы посмотрите скальные породы и глина то же самое а где жизнь на земле то вот она вот маленькая где но как где где ваши динозавры а где юрский период я что ну здесь прилично смотрите целый метр что получается почему там сантиметры вот а здесь метр да потому что здесь растительность мало здесь средненько где слабая растительность вот еще слабее растительность так бывает а такие участки планеты а здесь была жирная земля и целый метр ну наверное все те же вот здесь даже десять сантиметров образовалась за тысячу лет ну тогда здесь они же все равно глина да пусть 20 тысяч ладно уговорили тысяч не миллионов представляете куда мы подходим сколько нам мозги путали путали вот здесь неопределенно хотя почему неопределенно сейчас я вам объясню что такое определенное неопределенно вот сплошные скалы скалы где пози где 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 ну-ка скажите где где скалы скалы скрапска с скраплением этих самых щебенки и так далее и вот она глина да допустим я возвращаюсь к себе сюда и смотрю что такое глина поймите кто меня дослушает до конца все-таки жить в новом мире не в том выдуманном из пальца высосанным по принципу мне платят я всякую херню парю а настоящая наука глина осадочная горная порода образовалась вот это разрушение скальных пород то есть была скала и вот она разрушалась разрушала и превратилась где земля где чернозем а смотреть глаза вот я только одну фотографию поставил для того чтоб нам куда вернуться а вот сюда продолжаем сплошная глина вот глина сколько здесь довольно ну скорее всего это торф это даже не настоящая почва это торф ну где-то болотится но ниже все равно были скалы превратившиеся в глину где жизнь я ваши ящеры 30-сантиметровые видели ну что же это такое то что же им голову там наручили а потом я вот такие дали вас за виду лучше сразу отключайтесь или наоборот наберитесь терпения но не я же это придумал где почвы миллионолетние вообще по мини нету миллиарднолетние ну ладно ученые разобрались где чернозем там побольше видели лицные совсем мало почему-то деревья падают гниют и а почвы почти нет тут дрова и совсем чуть-чуть ну да не знаю столько каштанова ну почти чернозем тернова подзористая вот эти дыму и ну ну все разобрались где кому обратиться академики что это творится вот пожалуйста вот здесь скалы превращались в глину а высота сколько десять тысяч лет все как библии но не было до этого ничего но пареньки мои ну что дальше чуть чуть думать то ладно нагляделись я бы продолжал до бесконечности она вся такая это с разных регионов посмотрите внимательно что же это такое в каком мире мы живем что там голову там орочили вот но это не конец а все-таки динозавры были были тогда давайте искать компромисс нужен новый компромисс и так мы с вами лезем опять ко мне вот сюда это было узел окна память я вам показал несколько десятков фотографий там их тысячи а вот еще один предок если вы видели одно кредко тот который умудрился сейчас покажу его еще раз напомню первым фильме я подробно рассказывал о нем видите а вот это вот предок который выпал с земного водная которая выползла из земли из воды а вот это уже вот это совсем другое дело итак первое млекопитающее на земле обнаружено 70 миллионов лет назад учеными якобы обнаружено а она просто млекопитающее и мы млекопитающее нашли нам предка вот придумали ему биографию то есть динозавры они же часть динозавра была зубастая они мне давали ходу эти же это так называемых землеройка два фаланга пальца длиной она жила себе нас не высовывала по земле было очень-очень плохо но вот однажды случилась катастрофа вариантов несколько но самое ходовое это упал метеорит и поменял климат жить стало невозможно и все что было в высшем уровне земли погибло и вот тогда землеройка впервые высунулась и не было съедено она осмелела начало захватывать уже не подземное эти самые процентства а наземное то есть она начала ползать уже поверху алиса рать и было некому и тогда она начала увеличиваться в размерах вот это нам приписали нашего предка нашли это было 70 миллионов лет назад 30 миллионов лет назад раскопали скелет существа очень похожего на современную кошку то есть еще не человек но уже и не больше уже с кошкой вот ура ура нашли этого самого то сказать цепочку нашли вот и придумали что она тоже млекопитающая эта кошка вот вам еще один более близкий предок человека и потом это дальше вступил в действие мэндель и благодаря ему придумали вот этого цепочку вот от первых этих самых приматов и до прямоходящего человека видите и тогда я сказал себе все готово оставалось только продумать как я обращаюсь ко все ученые братья начиная с академиков и заканчиваю этими самыми самыми заслуженными академиками ну кто еще объяснит ну кто и так у человека 100 триллионов клеток вот у того который самый правый да вот а у этой мыши можно принять за ноль ну там 100 триллионов ну пусть будет один триллион ну она ж наверняка в 100 раз меньше человека да 1 триллион остается 99 триллионов должно было появиться за период 70 миллионов лет так когда я взял и поделил количество я взял году года допустим каждый год она плодится потом что каждый год сами проверяйте мои слова 70 триллионов лет каждый год она увеличилась в размер если братьев то прибавлялось по количеству клеток трудно разделить 70 триллионов 80 миллионов лет на эту самую до 100 миллионов клеток как они появлялись на у меня и одновременно получилась каждого поколения прибавлялась держитесь за столь и взялись каждое поколение прибавлялась для клеток вот родила потом что гляд то ее дочка или сыночек опять поучаствовал дочка еще миллиард клеток причем не просто блядь а тут туда разбухала бы ну представь себе чтобы завтра ставили насос и она больше 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 вот ну как воздушный шарик все тоже ну тогда по-другому еще и осталось а тут человек с гениальными мозгами этот миллиард клеток каждый год прибавлялся они просто прибавлялся они это зубы росли каждая специфическая да уже смеетесь дальше говорить противно мне противно и так нам нашли предка вот это уже земной это уже не этот как они тот самый который вылез из грязной лужи вот так вот и теперь следующее как-то случилось так что за последние годы были найдены гигантские искусственные сооружения я прекрасно помню школу так случилось четвертый класс 10 тысяч лет назад совсем недавно бразилии орды так называли люди первобытные люди орды 90 процентов из них занималась собирательством нашел козявку съел нашел жука съел нашел эту гусеницу съел взял палку палку все орудие это была палка и выковырял из земли значит питательный корень то есть съедобный корешок съел поспели эти кислояблочки якобы их не было тогда культурных это человек создал тоже вранье что человек создал эти райские сады то есть это его работа по увеличению и качества плодов это все вранье но это другой разговор вот и считать не умели говорить откуда-то современные ученые знали что 10 лет назад первобытный человек мог умел считать до трех он считал так один банан два банана три банана а так как четыре слова не знал он говорил много бананов вот это вы проходили вот ну а потом естественно началась период это цивилизации ну началось с первого это вспомните кремниевое орудие труда кремниевый топор не рука это насадка на деревянном топоре кремниевая значит этот самая насадка для копья насадка для стрелы и для разделки туши все вот это было и в это время человеку было заняться нечем обратили внимание но это ладно кто-то скажет он взял этот кремниевый этот самый как он называется кремниевый молоток и ему делать было нечего он стучал 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 и просто ничего не двигал а просто взял и у него получилось вот такое вот создание называется мегалит который просто тут и стоял так и стоит то есть он его не двигал ладно принимаем на веру кто-то что-то знал ученые раз знают значит так и было каменным топором вытесла вот это учено на взгляд это это тонн 20 ну пускай это скорее всего на месте кто-то подумал вот это вот ну опять же каменным топором может уже появился бронзовый топор но бронза она мягкая тогда человек взял уже такой умный добавил склад на туне и получилось бронза вот покрепче уже в зависимости от состава вот и он начал делать ему нечего смотрите а а какие ровненькие все еще не это еще это ничего не придумали а это уже он делать нечего он уже себе ступеньки приду наверно чтоб легче спускаться было потом он начал взял и начал их не просто вытесывать на месте а транспортировать и строить вот такие дела и все это тогда когда он якобы лазил по тайге собирал козелок вот ладно в общем выводы все несколько минут полюбовались полюбовались и вдруг он оказывается не просто умел строить а подгонять еще каждую так что люди ищут щелку найти не могут люди смотрят и у них крыша съезжает потому что это особая без кладки когда нужно вот так подогнать друг другу и еще если иметь какие-то специально огромные подъемные машины приобретите внимание сказать что эта штука была здесь вытесана на месте и никто теперь не скажет никто значит она была сюда привезена как наверно не были какие-то уже первобытные краны упрягалась ну так тысяч пять человек ставили на катки и тащили делали один делал вечер вот они дотащили надорвались видать сейчас поймете все будем делать это тоже ведь не скажет что на месте вытащили а если даже вытащил то не для того чтобы на него тут любовались и туристы ходили по нему и для того чтобы транспортировать вот это вот это вот меня чем поразило гигантские масштабы это наверное тонн пятьдесят а где кран ведь они же бегали по лесу козелок собирали вот смотрите вот тут уже да он вытесан но не для того же чтобы он тут остался скорее всего существует какие-то существовали механизмы я подвожу вас кистины механизмы подъемные механизмы и какие-то захваты поднимут и увезут вот если это гигантский аэростат допустим или в общем что-то вроде летательного аппарата тогда еще понятно попробуйте сюда подогнать кран замучаетесь значит остается дирижабль а говорят что они до 4 считать не умели только до 3 вот копнем глубже вот это уже ну искусственное можете не сомневаться потому что природа такие вещи не делать и тогда получается что если вот это вот могли сделать 10 лет назад когда считали до 3 только до 3 умели ворочить такие клубы а вот это уже не 10 лет назад это скорее всего 10 миллионов лет назад и понимаете на что я намекаю нет еще нет вот еще старинная кладка видите это миллионы лет назад и что интересно дальше будет другая тема но одна все пойдет последовательно пока мы на этом остановимся почему мы сейчас с вами возьмем и заглянем знаете куда мы сейчас мы сейчас нам что нужно найти мегалиты есть такое слово мегалит 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 или сразу или по новой мне найти эти мегалиты вот это почву мы смотрели а давайте это так легко мегалиты мегалит мегалиты дело в том что если всего несколько обошлось ну спиану геришь и правда 100 тонны смогли как то так еще не хватает фото по всему миру и вот что оказалось этих мегалиты оказалось столько это невиданное количество большинство большинство из них действительно вот такие смотрите это невероятно это не может быть потому что современная техника на это еще не способна если поставить задачу и самое современное орудие труда начиная с этих пил естественно не ручных и пошло пошло вот транспортировка с помощью этих гигантских хранов вот это еще может быть но мы говорим про древний мир и тогда он нарисовывается что если это по всему миру а так и написано фото мегалита по всему миру видите видите я только несколько вам показал это по всему миру теперь я еще раз вот сюда возвращаюсь еще покажу нет ладно тема пока закончилась вот вот и напрашивается вывод которого ни почему нет в истории потому что по истории писали так начиная с самых примитивных считали до трех а дальше знали только одно слово много вот это было и вот на такой стадии нас человечество и оставили что только к двадцатому веку появились эти же дирижабли вот которые все равно вот это вот невозможно же поднять вот это согласны вот даже дирижабли вот это все было якобы так и было а на самом деле посмотрите внимательно вот это такая старина ведь вы не скажете что это естественный процесс когда это самое из скал получилась глина нет это такая древняя древность это значит что на земле миллионы лет назад была величайшая незаступная нашему пониманию и превосходящая нас цивилизация и ни слова вы учебник откройте ни пол слова ни четверть слова нас принизили нас принизили вот до этого уровня друзья смотрите вот нас принизили вот до этой мыши вот вот в то время когда вот эта мышь якобы становилась человеком в это время здесь были гигантские сооружения гигантские вот а нас еще вот до этого снизили вот она танцовщица а вот это мы обыватели на нее смотрим рот разину это первый первобытный театр вот вот нас до них снизили вот до них но этот ладно самый умный он еще решил нахрен мне на землю лезть там меня сожрут вот вот это было и так мы оказывается у нас были потомки да какие потомки гениальные умнее нас тысячу раз а как оказалось что с нашими мозгами до сих пор никто не может отобраться мозги человека задействованы пять процентов удивительные люди вы передачу смотрите почему видя вот то что творят люди которые самые обычные как говорится университетов не кончали после университета тупо повторяют то чего и даже не пытаются это осознать то что мы сейчас видим даже не пытаются вот а повторяют одно и то же и то и то же эти бедные студенты выходят я помню ты рассказывал про эти тибриджевскую академию вот деревья неправильные надо резать и резать вот это то что сейчас есть а на самом то деле что у нас осталось с этой цивилизацией к сожалению только страшные эти самые старина глубокая мегалиты и больше ничего и мозги огромный объем мозга задействован на пять процентов вот один все гениальный попадается он изобретает паровой двигатель остальные садятся и управляет паровой машиной кто в кугуре подкидывает потом снова появляется вот по фамилии дизель и вот они появились дизельные двигатели а вот двигатель внутреннего сгорания появился а потом миллионы шоферов садятся в машину им говорят педаль тормоз сцепление и руль который право влево все и несколько приборов больше он ничего не знает я вам сейчас чтобы это не было скучно грустно расскажу свое видение в другом плане оно меня чему-то учит я прочитал десятки тысяч книг я не привлечил я не был этим книгачем который с утками сидит я читал до сих пор в туалете на кухне во время еды любая остановка любая это где только ждать приходится по молодости я половину времени уделял значит и у меня есть своя школа выживания да и тут же я много читал и вот например очередной сейчас я вам скажу ну назовем это очередной фильм фантастический когда-то сейчас их модно их сейчас сотни дурацкие сюжеты читать противно а первый самый мне понравился сейчас я вам расскажу про него почему потому что перед вами идет дальше я буду раскрываться со всех сторон эту тему вот мы сейчас дойдем еще до этих извините за выражение откуда берутся педерасты и прочие эти голубые вот и все это мы еще будем проходить почему потому что мы начали отсюда неведомые цивилизации от нее что нам осталось от нее мозги на 95 процентов заблокированы пять процентов действует потому что для этого хватает чтобы в случае катаклизма взять камень ударить ближнего отнять кусок хлеба или хотя бы убить этого самого какую-нибудь скотину чтобы наесться если к ней если взять заточить получится нож чтобы шкуру снять одеть на себя то есть когда природа когда все это повторится вот и так я вам сейчас рассказываю фантастический роман только содержание только коротко и так влип каким образом он там оказался вот он древнее время на нем кроме одежды ничего нет вот и в кармане горсть мелочи двадцатого века ну знаете там эти монеты звенят больше ничего нет и вот этот товарищ вот должен кем стать ну нанятым работником один вариант рабом в армию не годился потому что он мечом не управлял ничего не умел он само собой сами понимаете вот никаких этих он инженер но двигатель внутреннего сгорания никому не нужен короче полный этот абзац как принято сейчас говорить полный абзац вот и так что бы вы сделали со своими умениями он посреди древнего Рима ему жрать охота вот на него смотрят оглядываются потому что он даже внешне не похож на них на римлян вот помните что у них в Берстанов ходили а мы еще подойдем к теме Берстанов к теме педерастов извините я специально выбрал слово оно не грубое оно когда-то было литературу педераст вот так вот и это будем проходить но постепенно я вас заманиваю и так ему предстояло наниматься в рабы дай бог если кому-то он там понадобился а ничего делать не умеет все и вот и вот он наконец оголодал и вдруг нащупал в кармане горсть монет дальше цепочка логическая он заходит в этот кабак откуда вкусно пахнет садится за стол подходит хозяин говорит чем платить будете он достает эту горсть монет а хозяин монеты красивые кто сказал что они не годятся хозяин взял эти монеты накормил его от пуза и поставил перед ним кувшин с вином попробовал он вино вот кислятина пить невозможно ну сами подумайте сахара тогда не знали а без сахара разве вино сделаешь настоящее вот не хватает этих самых в нем ни градусов ни это ни вкуса вот и вот он сидит пьет эту гадость и думает да вот надо же это до чего это древний рим варварская страна хоть они считали себя этими передовой а вино делать не умели и тогда он хлопнулся по обу подзывает хозяина говорит давайте так я из этой гадости из вашего вина сделаю бренди настоящий бренди вот мы с вами будем работать на паях вот 50 на 50 а для вас от вас уже совсем маленькие эти расходы то есть дайте мне такую сумму чтобы я пошел к кузнецу и он мне сделал что там 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 он хозяина уговорил хозяина решил рискнуть небольшой суммой монет вот он взял эти монеты подходит к кузнецу и объясняет сделай мне змеевик медный ну тот как мог на пацах объяснил тот сделал змеевик он возвращается к хозяину делает примитивный самогодный аппарат вот уж тут у него нахватило вот инженер вот и перегнал эту бурду которую у них почему то вином называли вот и дает хозяину тот попробовал глаза у него вот вот точно вот это вещь ударили по рукам доходы пополам и процесс пошел наладил производство открыл мастерскую перегонную там же не один перегонный аппарат сами понимаете десятки вот и процесс пошел с этого началось его восхождение вплоть до кажется императора Рима вот потому что первый шаг был сделан а дальше оказалось что он почему то помнил а начитанность то разве ну лишнее что он помнил что Велизари это восточный Рим вот он придет и уничтожит западный Рим то есть чистый Рим восточная империя победит западную империю вот а как это можно сделать чтобы этого не случилось но он уже сам факт знает то есть еще плюс владение некоторыми знаниями по истории значит он умудрился в нужный момент мешаться в истории поменять код истории и оказаться на самой вершине вот так ну а там любовная линия самая красивая девушка из этих самых знатных патрицианок и так далее пошло поехало вот так вот так вот вот когда-то жили наши предки вот тут вот жили потом она эта цивилизация исчезла как случилось да очень просто не постепенно сидя у костров начали это натягивать шкуры и играть бубен стучать нет одичали одичали страшно одичали вот переселились эти храмы видите храмы их уничтожены переселились в эти в пещеры одичали так что их дети ничего не могли не умели кроме как этот же самое глядя на папу на маму делать наконечники стрел все но из-за многие десятки сотни тысячи лет мозги полностью деградировали понятно и начался снова подъем и до сих пор он коснулся только маленькой части людей большинство это пять процентов это три педали и руль вот и этого достаточно чтобы выжить но никаких знаний про нашу историю настоящую нету и нет задуматься а почему она погибла а каждые пятьдесят тысяч лет ученые включают в работу андроидный коллайдер я когда я сам бы не догадался до этого юмора еще раз каждые пятьдесят тысяч лет ученые включают коллайдер андроидный коллайдер ну даже вот не все я андроидный коллайдер не понимаю смысл этого каждые пятьдесят тысяч лет ну вы это поняли меня же не каждый слушает а каждый сотый и тогда получается что впереди подъем и дальше я расскажу что случится если мы не остановим тенденцию уже идет загнивание дичание настоящее дичание идет момент когда этот момент правда растянулся всего за несколько поколений два-три поколения деградация дичайшая я надеюсь вас убедю сейчас что вы не отключитесь вы сейчас увидите что нельзя дольше говорить длинные фильмы сейчас народ не выдерживает и вы тоже меня ругали не раз и вы тоже значит останавливают вторая серия а потом будет третья вот потому что зная так же как тот мужик выжил в древнем риме зная историю я надеюсь мы выживем если однажды похватимся на этом позвольте мне закончить вторую серию